Мы продолжаем цикл программ, посвященных непростой теме ЖКХ, вокруг которой множество мифов и споров. Экспертом проекта «Кухня ЖКХ» выступает Павел Валентинович Еропкин, генеральный директор УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. Здравствуйте. Какой самый частый вопрос вам задают собственники? За что мы платим? Самый частый задаваемый вопрос – за что мы платим? Конечно, вопрос, за что мы платим, он правильный, он должен присутствовать постоянно у жителей, потому что это требование именно современных условий, в которых мы живем, экономических, потому что люди должны понимать, на какие статьи наши деньги уходят, чтобы они понимали и правильно формировали дальнейшие свои действия какие-то. выстраивали отношения с управляющей компанией. Поэтому, чтобы понять, за что мы платим, в первую очередь нужно разобраться вообще, а что мы платим. Мы платим, собственники платят за содержание и обслуживание общего имущества. Содержание и обслуживание. Эти два слова – содержание и обслуживание – тоже нужно понимать, что они из себя представляют. Обслуживать – это не значит ремонтировать. Содержать – это не значит производить какие-то капитальные вложения. И производить какие-то суперработы. Содержать можно территорию, подметать, убираться. Содержать можно фасад здания, в части того нет ли на нем надписей, обследовать, составлять акты по его осмотрам. Составлять акты осмотра, готовить дефектные ведомости, готовить документацию проектную, сметную. Вести расчеты с жителями, выписывать квитанции, оформлять договорные отношения с жителями, договорные отношения с неживыми помещениями, договорные отношения с поставщиками коммунального ресурса, с подрядными организациями. Это тоже относится к содержанию и обслуживанию. Обслуживание – это регулировка, наладка того или иного коммунального ресурса, который подается. Электрическая энергия, вода, горячее и холодное, отопление, канализация, работа освещения в подъездах и так далее. Это тоже обслуживание. Нужно проводить периодическое обслуживание согласно графиков производства работы. Это значит где-то там подтянуть, прочистить, заменить какие-то определенные моменты. Это обслуживание. Поэтому жители тоже должны понимать, что содержание, обслуживание – это не значит, что сейчас пришли с мастерком и все быстрее к тому заделали. Поэтому содержание обслуживания, оно как раз раскладывается в тарифной составляющей. Есть тариф. Тариф – что такое тариф? Тариф – это как раз та величина минимальных затрат или каких-то затрат, которые необходимы при содержании общего имущества. Бремя ответственности за содержание общего имущества, оно лежит на собственном квартире домов. Управляющие компании обязаны создать безопасные и благоприятные условия для проживания граждан за счет средств собственников. Это чтобы они понимали, то есть деньги только их и участвуют в содержании обслуживания. Никто другое нам денег сейчас не дает. Ни муниципалитет, ни государство, как говорится, практически программы все свернуты, как таковые. Поэтому тариф, он может быть утвержден, в первую очередь, только собственниками. По идее, по согласию жилищному кодексу, не то что по идее, а вернее по жилищному кодексу, общее собрание собственников является основным органом управления на квартире дома. И собственники на своем собрании должны принять решение, какой тариф нужно им на этом доме. Исходя из состояния дома, инженерных коммуникаций, предложений управляющей компании, которые говорят, вот мы обследовали ваш дом, дом болен, там на 10 миллионов рублей диагноз. А мы, вот при том тарифе, например, который сейчас у нас существует, собираем всего лишь 500 тысяч в год. Как выполнить на 500 тысяч рублей все, что мы хотим? То есть нужно раскидать это все по первоочередным задачам, сказать, вот без этого нельзя, в зиму не войдем, там это, это, это. Вот, поэтому складывается вот определенный тариф. Мы знаем, что необходимо обслуживать газовое оборудование. Согласно визионному постановлению есть минимальная печень работы, за которой контролирует и следит и жилищная инспекция, и прокуратура, и все надзорные органы. Должна быть дезинфекция, дивертизация, да, должно быть обслуживаться газовое, внутридомовое газовое оборудование, вентиляция дымохода должна обслуживаться, должна обслуживаться электрика, проверять фазу ноль, чтобы не произошло возгорание, да, то есть именно общее дымовое имущество. Необходимо обслуживать санитарное, инженерное оборудование, это все коммуникации, да, их содержать и обслуживать. Это должны быть слесаря, мастера, там, плотники, электрики, штукатуры, сварщики. Их нужно всех содержать, чтобы они находились в любой момент, могли произвести тельные работы. Необходимо проводить работы по благоустройству, содержанию, как при домовой территории, так и месту общего пользования, лестничных клеток, там, подвалов, чердаков и так далее. Это тоже, опять же, как бы нужно дворника содержать, уборщицу, мастера, который контролирует эти все процессы, да. Нужно зимнюю уборку производить, летнюю уборку, нужна техника для того, чтобы заключить договор с специализированными организациями, чтобы, значит, убирать снег, там, чистить его, подметать, купить противогололедные материалы, песок, песко-соляные смеси и так далее. То есть, вот это вот вкупе. Нужно, естественно, вести претензионную работу, работу с должниками, работу с коммунальным ресурсом, который, там, заключаем договоры, да, где там поставка коммунального ресурса, осуществляется там плохо и хорошо. Это наши договорные отношения, которые мы за собственником решаем. Это тоже, как бы, ресурсы, это бухгалтерия, это экономисты, это юристы, инженеры и так далее, и так далее. То есть, вот если разложить весь этот тариф, то это вот такие-то деньги, да. А когда это все разложишь, получается, вот столько-то остается, там, рубль, например, с квадратного метра остается на все остальное. Ну, то есть, практически остается вот на ремонт, конкретный ремонт. И когда ты посчитаешь, что порой, вроде бы мы платим 19 рублей с квадратного метра, да, денег, а в конечном итоге, когда это все разложились, когда заключили договора со специализированными организациями, со всеми, те, кто должен выполнять вот этот перечень работ, остается 2, 3, 1,5 рубля по-разному, потому что дома разные и по площади, и остается этот рубль. И когда его начинаешь умножать на квадратные метры, да, то есть, это, там, 5 тысяч квадратных метров на рубль умножь, это 5 тысяч в месяц умножаешь на 12, и получаешь 60 тысяч рублей в год. Ну, 60 рублей тысяч в год, что ты хочешь сделать? Ну, канализацию заменить, которая стоит, там, миллион, там, грубо говоря, или там, 500 тысяч, или 600, или горячий водохолон, ну, не заменишь. Поэтому вот, поэтому жители должны это понимать, что вот тариф вы должны сами сформировать и сказать, мол, да, 19 рублей это мало. Мы хотим, чтобы у нас была консьержка, мы хотим, чтобы нам каждый день убирались под металли, чтобы у нас дворник жил, прямо не уходя от дома, прям окурок бросил, он тут же его поднял, почистил, чтобы слесарь, прям, вот, был только здесь, находился постоянно, да, и так далее, так далее. Тогда, значит, это нужно понять, сколько это денег на это нужно, какие зарплаты людям нужно платить, чтобы они эту работу выполняли, да, то есть, и тогда этот тариф будет не 19 рублей, там, а, грубо говоря, там, 40, 50, 80 рублей с квадратного метра, да, то есть, это один момент. Понимаем, что не так-то легко и просто это сделать, потому что, ну, жизнь, мы не с небес свалились, да, то есть, понимаем, где мы находимся, какие зарплаты и так далее, и так далее. Поэтому люди должны на это сами обращать внимание. Но если люди неактивные, они не принимают в этом участие, как бы мы не доносили до них эту информацию, то, конечно же, если они не приняли решение в течение года, ну, в конце года, например, на следующий год, решение об том тарифе, который у них будет на доме, то применяется уже тариф, который будет утверждать администрация, исходя из всех вот этих минимальных перечней, которые сложились на рынке этих услуг. Сколько стоит это все? Вот они уже, муниципалитет считает это все и утверждает этот тариф и говорит, вот для этой категории дома 18 рублей, для этого 19, 59, для этого 20, 21, 23, 24, 25 и так далее, в зависимости от благоустроенности. И тогда вступает в силу этот тариф, на основании этого тарифа уже управляющая компания раскидывает этот тариф, да, смотрит, какие там затраты нужно понести, чтобы выполнить эти работы. Поэтому вы должны, вот именно, люди должны это понимать. Если, вот, говорю, из примера, опять же, привожу, например, 19 рублей тариф. Из них 3 рубля с квадратного метра уходит на содержание и обслуживание инженерных коммуникаций. 3 рубля. Что такое 3 рубля? Берем среднестатистический дом. Там 3, ой, то есть там 5 тысяч квадратных метров, 4,5 тысяч квадратных метров, вот так если 5-этажки мы берем, да, то есть, ну, для подсчета математического быстрого умения считаем, 5 на 3 и 15 тысяч рублей в месяц. 15 тысяч рублей в месяц это зарплата слесаря, сварщика, плотника, маляра, штукатура, мастера и так далее, и так далее, и так далее. Это человек 6-7 нужно на 15 тысяч содержать. То же самое касается, и еще с этих 15 тысяч нужно заплатить налоги. Нужно еще 30,5% отдать страховых, НДФЛ заплатить и так далее, и так далее, и так далее. То есть там 15 тысяч остается там 1012-11, да, то есть вот на этих всех специалистов. То же самое по уборке. 3 рубля уходит на уборку при домовой территории и на уборщицу. Рубль 70, там, с квадратного метра на дворника, рубль 30 на эту уборщицу. Тоже умножайте, получается, там по 6, по 5 тысяч рублей в месяц с налогами. Вычитаем налоги, получаем, что дворник на этом доме должен получать там 2,5-3 тысячи рублей, грубо говоря, да. Но ему надо купить еще лопату, следить за униформой, если она таковая у него износилась и так далее. То есть вот, это вот как пример. Порой говорят, а за что мы платим? Ну вот считайте, за что мы платим. Платим вот именно за это. Естественно, там, управляющая компания, за то, что вот у нас там 36 специалистов в управляющей компании работает, да. То есть вот эти вот 3,5 рубля, это управление, да, остается у нас. Ну вот считайте, это где-то порядка там 16 тысяч рублей. 16 тысяч рублей, это, будем говорить, председатель дома. Ну вот управленец. Вот ты управляй и командовать, тебе зарплата 16 тысяч рублей. Вот за 16 тысяч рублей ты управляй. Занимайся этим домом за 16 тысяч рублей. Чтобы говорить, за что мы платим вот такие бешеные деньги. И когда в ЭДГО нужно заплатить, там, рубль с лишним, да, потому что по количеству стояков оценивается на рынке, там, Облбудгаз, там, Газпром, распределение, кто угодно. Цены практически у них одинаковые. Только вопрос опять, кто оперативнее и эффективнее работает, у кого, как говорится, меньше бюрократии, да, но ответственности больше. Опять же, тоже вот эти деньги ушли. И так вот, если посмотреть, то формируется он именно таким образом. Еще раз говорю, что, конечно, управляющая компания должна постоянно контактировать с населением, постоянно создавать вот эту вот атмосферу понимания финансового состояния дома, работать с советами домов, председателем. Когда работаешь с советом многоквартирного дома, с председателем, который понимает именно бюджет дома, он четко и ясно знает, что, ну, нет денег. Ну, 150 тысяч мы накопим в течение года, исходя из этого тарифа. 150 тысяч всего лишь на ремонт. Поэтому мы говорим, что вот с председателем, ну, вот смотри, давай отремонтируем подъезд, сделаем вот эту трубу, сделаем вот здесь, подлатаем вот это. Договорились, вот сметы, смотри. Он, да, все так, все, тогда он уже с жителями сам работает, и мы вместе работаем. Они понимают, что, ну, нет других денег. Ну, нет других денег, чудес не бывает. Хотим что-то сделать, значит, нужно ложиться. Не получается сейчас, значит, нужно отложить. Не получается вообще на перспективу, значит, надо ждать капитального ремонта. Через фонд капитального ремонта, да, или принимать какие-то действия, чтобы перейти на эту ступень. Но опять это все собрание. Опять это через определенные, так сказать, рычаги, которые, по которым прописаны в жилищном кодексе. Поэтому чудес не бывает. Чудес не бывает. Хотим достойно хорошо жить, значит, надо хорошо и понимать, как правильно платить, какие деньги платить. А теперь рецепты экономного потребления от кухни ЖКХ. Ну, я бы всем порекомендовал обратить особое внимание еще и на то, как расставлена мебель на кухнях. Да, то есть, в первую очередь, на то, где стоит холодильник, что не надо холодильник ставить рядом с газовой плитой, что не надо заставлять окна светами там загораживать освещенность, чтобы частенько приходилось включать свет на кухне. Вот. И вот, как бы, основное именно заключается в этом. Где, как, что стоит. Где стоит стиральная машина, если вы хотите ставить на кухню. Где холодильник, где открытое окно, чтобы можно было проветрить или было светло. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В. Телефон 222-892.